С самого утра к новой стели, которую установили на въезде в Новокузнецк специально ко дню шахтера, прибывают делегации горняков и других почетных гостей со всех уголков Кузбасса. Заслуженных работников отрасли встречают достойно. Виктору Ивановичу, посвятившему почти 40 лет Черниговскому разрезу, часто приходилось бывать в южной столице по долгу службы. Здорово, красиво у вас здесь получилось все. Я тут не так давно был, сейчас намного красивее. Каждый из этих людей в разные годы своим трудом прославлял Кузбасс. Некоторые стали живыми легендами. Егор Траздецкий, заслуженный шахтер и почетный житель Новокузнецка. Бригадир, дважды герой струда, удостоился особой чести. Памятник ему поставили при жизни. Бюст с его изображением много лет возвышается в самом центре города. Но теперь этот праздник стал как самый любимый профессиональный праздник в Кузбассе. Самый любимый, потому что, посмотрите, уже 14-й год по инициативе Амана Гумира Четулеева, он приносит радость не только шахтерам, а приносит радость многим-многим жителям области, потому что, ну, украшает, благоустраивает наши города. Город за городом делаются красивее, лучше. Еще одна легенда, но уже не угольная, а космической отрасли – Алексей Леонов. Знаменитый космонавт родом из Кузбасса прославился тем, что стал первым человеком в мире, который шагнул в открытый космос. Теперь в области учреждена новая награда – медаль Алексея Леонова. Ее будут вручать кузбассовцам, достигшим значительных высот в различных сферах деятельности. А личное присутствие героя делает открытие Новокузнецкого планетария после реконструкции по-настоящему историческим событиям. Действительно, за Уралом больше нет планетарий. Есть здесь выстраданные, умными людьми, сделанные. Знаете, на науку не взят, жалят деньги. И ради наших детей так поступают умные родители. Открытие планетария после ремонта – событие космического масштаба. Долгое время у него не было даже собственного здания. Когда появилось отдельное помещение, целых 40 лет там не было ремонта. Несмотря на это, он всегда пользовался популярностью у горожан и гостей города. Шесть лет назад на покупку проекционного аппарата «Звездного неба» из областного бюджета выделили 1 миллион евро. А в прошлом году приступили к полной реконструкции здания. Новокузнецкий планетарий назван именем основателя, ветерана Великой Отечественной войны и заслуженного работника культуры Альберта Федорова. Вычеркнули все, а планетарий оставили. Почему? Чтобы у людей всегда была мечта, и особенно у детей. И чтобы он через звезды, которые видят, стремился к своей звезде. Кем он уж будет? Ученым, химиком, металлургом, шахтером. Это как пойдет у него, значит. Вот цель и задача планетария – высота. Высота у каждого должна быть своя. Праздник перемещается на театральную площадь Новокузнецка. Здесь губернаторы и почетных гостей встречают больше ста молодых пар, которые решили пожениться в День шахтера. Вальс молодоженов под звуки губернаторского оркестра – незабываемое воспоминание для всех. Но вместе с тем власти приготовили молодым более осензаемые подарки. Каждая пара награждена премией по 50 тысяч рублей. И это еще не все. Дорогие молодожены, дорогие друзья, в праздник, конечно, принято дарить подарки. Хочу вам напомнить, и вы, пожалуйста, этим воспользуйтесь, что все молодые пары по нашему закону, которые стоят на этой площади вот сейчас, естественно, если вы нуждаетесь в земле, в жилье, в квартирах, оба впервые вступаете в брак, вы получите супер льготные кредиты на жилье. Без процентов, без первоначального засла, на 20 лет. Таких в мире нет. На губернаторском приеме Аман Тулеев подвел итоги масштабной работы, которая проведена в столице празднования Дня Шахтера. По словам губернатора, на протяжении последнего года Новокузнецк был глобальной строительной площадкой. Когда город объявили столицей празднования, сюда стекли средства федерального, областного и городского бюджета. Кроме того, бизнес оказал серьезную спонсорскую помощь. За один год удалось сделать 970 объектов, в том числе школу, детские сады, дворы, дороги, фасады и ряд культурных объектов, на которых было потрачено 2 миллиарда 300 миллионов рублей. На момент торжества Новокузнецк расцвел. А в следующем году столицей главного областного праздника станет город Прокопьевск. Елизавета Черняк, Константин Алехин. Новости моего города.